В состязании по военно-морскому многоборью принимают участие 9 команд из 9 человек. Для стрельбы отобрали по 5 самых метких ребят. У каждого 5 засчётных выстрелов. От их точности зависит результат всей команды. Победители определят по сумме набранных баллов. Перед контрольными выстрелами ребятам дают три пробные попытки. Важно почувствовать оружие и скорректировать свои действия для лучшего результата. Ребята стреляют, сидя с упором на расстоянии 10 метров от мишени. Все участники усиленно тренировались, чтобы показать лучший результат и достойно представить свой город на соревнованиях. Но боевой настрой – это ещё полдела. В стрельбе главное сохранять спокойствие. Чуть занервничал и осечка. Даже частота дыхания имеет значение. «При стрельбе для меня это главное дыхание, потому что когда я дышу, у меня ствол начинает ходить ходуном, и я не могу прицелиться нормально. Поэтому сначала делаю несколько вдохов, потом задерживаю дыхание и тогда стреляю. Так у меня получается намного лучше». Стрельба – это уже четвёртый этап соревнований по военно-морскому многоборью. Ребята уже показали себя в гребле на шестивёсельных ялах, плавании и такелажном деле. Участникам ещё предстоит бег на 800 метров. По результатам всех этапов и определят победителей соревнований – самых ловких, сильных и выносливых. Итоги подведут 27 июня. «Мы стремимся привить у детей тягу к здоровому образу жизни, укрепление своего здоровья, с тем, чтобы они выходили в жизнь полностью сформированными и здоровыми гражданами». Для участников соревнований подготовили и масштабную познавательную программу. Мастер-классы по спасению утопающих, оказанию первой медпомощи, водолазной подготовке, тактике ведения боя. Также ребята посетят 35-ю береговую батарею, Сапун-гору, музей Черноморского флота, бригады морской пехоты и разведки. Елена Корнухова и Владислав Иванов. Новости ИКС-ТВ.